Это разговорно-нарративный, развлекательно-познавательный подкаст «Три истории». Сегодня мы поговорим о красном кабачке, о знаменитой дуэли и о землетрясении. У микрофонов Данил Антоненков, Юлия Недоля, Александр Анищук. А где же «и»? Где «и»? Как ты могла взять да и изменить форму открывашки нашей? Да без спроса, да без разрешения. Новый год, новые открывашки, новые правила, я бунтарка. Невероятная, подтверждаю. Я просто отменила букву «и». Это первый выпуск в обычном формате в этом новом 2024 году. Какие-то очень бодрые вы после праздников. Мы такие. Отвратительно. К историям переходим сразу, без лишних разговоров. Отбивочку, пожалуйста. Данил. Да. Ну давай, что мы начнем год так же, как завершили. Хорошо начнем, стабильно начнем. Не, я вообще думаю, что когда-нибудь надо вот это поменять. На революцию? Да. Хочешь? Ты же против, ты же консерватор. Чтобы он не первый был, получается? Да, я хочу, чтобы Юля как-нибудь начала. Хо-хо-хо-хо. А ты спросил у Юли. Ты, революционер, наддомник. Юля, ты как к этому относишься? Когда-нибудь? Ну, мне иногда нравится быть первой, да. То, чему нет. Договорились. Так, давайте о ваших каких-то личных предпочтениях не будем в подкасте. Хочу и говорю, извините. Так, значит, Саша же как-то не так давно все рассказывал о графе Толстом. Не так давно. Который был месяц назад примерно. Да, дуэлянтом таким. А ты тогда критиковал его, занимал позицию такую жесткую. Да. В общем, сегодня о знаменитой дуэли. Но не о дуэли Пушкина. Ну, кто знает, дуэль Пушкина с Дантесом, она как бы самая знаменитая. Но если спросить у людей на улице, назовите-ка знаменитую дуэль. Ну, все сразу Пушкин. Да. Но вообще-то есть тоже знаменитая, может, не так распиаренная. Но на те времена она наделала шуму невероятную в Петербурге. Да и в России вообще в целом. И потом потомки они вспоминали. Ну, которые потом забыли о ней. И я вот буду рассказывать об этой дуэли. И вы, возможно, ее не слышали. Пушкин там не будет принимать участие? Пушкин не будет принимать участие. Хорошо, ты его испугался. Ой, поэт принимать участие. В общем, сегодня я расскажу, Саш, поучительную историю для мальчиков. Дело в том, что у нас объявлен год семьи. Ты знал? 24-й. Да, вот он начался. Это год семьи. Да, начался год семьи. Любви и верности. Ну, семьи. Семьи. Про второе не слышал. Это уже более третье. Это 8 июля. Просто, знаете, как-то я очень помню, у меня запомнилось такое. У нас объявили год кино в России. И у меня на районе в этот год закрыли кинотеатр. Да, да. Ну, традиционно. Ну, у нас, в принципе, такие дела и делаются. И мало, может быть, кто слышал. Может, и слышали. Ну, я, по крайней мере, точно. И довожу до вашего сведения, что уже какие-то выкрикиваются всякого рода интересные призывы. Ну, например. Выкрикиваются? Да, выкрикиваются. Например, вместо предлагаемого семьеведения хотят... Семьеведение? Семьеведение вести такой опыт. Предмет. Да, предмет в школах. И для мальчиков, и для девочек. Как там создавать семью, как ее оберегать, чтобы семьи не разваливались. Традиционные ценности, скажем так. Решили, решили, по-моему, сенатор один, что давайте вместо семьеведения, вместо... А сенатор у нас не решает. Ну, не знаю. Один. Ну, выкрикивать-то можно? Да, это можно. Я же сказал, выкрикиваются предложения, призывы. Вот, вести вместо семьеведения для девочек и мальчиков вместо, не в дополнение, а только для мальчиков, типа предмет ответственное отсутствие. Отсоведение. Отсоведение, что-то такое. Отсоведение. Да, ведь не секрет, что у нас, ну, во-первых, институт семьи крепок, 75% разводов. Это статистика Росстата. Вот ты часто об этом говоришь. Есть мировая статистика? Есть. Для понимания. Есть, да. Мы в лидерах. В других, ну, в Испании многовато, то есть есть некоторые страны, но мы в лидерах, чтобы ты понимал. Я не буду тебе перечислять, просто открой, есть статистика. Ну, на сколько в лидерах? В десятке? В пятерке? Ну, в десятке, в тройке, блин, или чуть ли не в тройке. Ну, серьезно. В сотне? Нет, нет, нет. Нет, 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 мы там в верхах, в топе. Хорошо. Тут мы в лидерах. И по день демографии у нас, вот, 1,4 в цент рождаемости. Ну, и понятно, во всем в этом виноваты мальчики, поэтому надо вести ответственное отцовство. Это все правильно. Так вот, в рамках, я хочу возглавить, во-прямо, предлагаемого предмета, в школах на урок должен приходить некий, цитата, ответственный отец, который хорош в семье. Еще раз, это не мои слова, а слова сенатора. Хорош в семье. А есть имя у сенатора? Ну, я не помню, но вы просто погугли, Саша. Ну, там сенатора может быть мужчина или женщина? Женщина, конечно. Ну, еще раз, не помню, если не доверяете его, интернет, два слова и все. Просто хорош в семье, напишите, и он там всплывет. И вот этот самый отец на час, это уже мое название, не сенатор, сенатор не говорит, что это отец. Ну, это отец на час. Вызвали некого мужчину, который хорош в семье, который будет рассказывать мальчикам, каким надо быть отцом. Вот. Ну, пример для подражания. Да, да, ему разуму, ну, видимо, как рожать больше, не знаю, как это поможет, но, значит, государство, я так понимаю, увидело проблему в том, что у нас в стране уже типичной семьей, ну, является мама-ребенок или мама-бабушка-ребенок. Так ты об этом постоянно говоришь. Я об этом говорю. Но не все видят. Но вот, видите, увидели. И нашло прогрессивное решение. Так как нужно мужское отцовское воспитание, а отца нету, надо приглашать сертифицированного отца, который будет мальчикам рассказывать, что такое отцовство. Ну, а что в этом плохого? Ну, приходит человек, пример. Всегда говорят, что пример для подражания хорошо. Тебе реально рассказать, что в этом плохое? Да. Плохое в этом то, что надо не отцов приглашать, а создавать условия сертифицированных. Чтобы свои оставались дома. Чтобы свои оставались дома. Либо женщины не уходили, не забирали детей. Мы сейчас не будем говорить, кто разваливает. Это противоречит. Занимайтесь другими. Делайте так, чтобы разводов не было 75%. Ну, 100%. А то давайте пригласим. Ну, в принципе... Но что плохого, если в школе ребенку будут приходить, я не уверен, что нужно разделять или еще что-то, но будут приходить и рассказывать какие-то семейные ценности. Ну, я против. Но тут еще вопрос, кто будет приходить? Да, да. А я вот, например, не хотел бы, чтобы какой-то мужик там что-то рассказывал. То есть это влезание, извини меня, в воспитание. А в школе не занимаются воспитанием твоих детей? Да, какие-то люди, какие-то женщины. Да, абсолютно ты прав. Не, но одно дело тебя, когда учат, как пример решать, а другое дело, когда тебе свои какие-то внутренние ценности принимают. То есть тут уже как бы идет откровенный предмет, да? Ну, ладно. Значит, я выступлю с опережающей инициативой и проведу сегодня урок ответственного. Да, при чем-то дуэли только я не могу понять. Да, я хочу отметить, что у меня нет детей, и поэтому, когда я рассуждаю о чем-то таком, я очень отдаленно обо всем об этом рассуждаю. Короче, итак урок у нас. Я расскажу мальчикам, какими им надо быть. На примере дуэлянтов. Да. А, я думала, ты сейчас будешь свое мнение... Нет, на примере. Все отлично. Итак, дорогие дети, посаживайтесь поудобнее. И поучительная история, в которой приняли участие Грибоедов и будущий декабрист Якубович. Ну, известно, что... Шутки про черный ящик заготовлены. Да. Большая доля всех дуэлей известна, да? Что на белом свете, в принципе, это в мире, не только у нас. Она, дорогие дети, происходила... Кстати, может, оно и сейчас происходит, только в другой форме. Из-за женщин. Я не говорю все, но многие дуэли из-за женщин. Ну, кто-то из-за кортежных долгов, это понятно, но вот некая дуэль. Часто. Да. И наша история не исключение, о которой я сегодня рассказываю. И этой женщиной в истории выступила знаменитая балерина Авдотья Истомина. Кстати, ее знаменитая, да. Да. Она, ну, немножко пару слов о ней, дебютировала в 9-летнем возрасте на сцене. То есть была мега талантлива. В 17 лет уже выпускница училища и исполнила первую свою заглавную партию в балете «Ациз и Галатея». То есть стала прямой. Да. В 17 лет. Неплохо. Круто. Вот. Как писали современники, юная балерина, цитата, «с пленительной округлостью форм». Ну, кстати-ка, если ты посмотришь на балерин там тех лет, они выглядят чуть иначе, чем балерина. Чем Настя Волочкова. Ну, Анастасия, когда была балериной действующей, она была весьма... Ты имеешь в виду, что раньше были такие кругленькие, а сейчас плоские, что ли? Плоские? Плоские, ну да. Тогда были выпуклые, а сейчас впуклые. Ну, они худущие. Говоря о математическом языке. Ну, они, правда. Мне кажется, их голодом морят их там всех. Ну, они... Мне жалко их искренне. Лишнего веса не имеют. Понятно. А раньше кажется, что они были чуть поплотнее. О, забавно. И вот, значит, пленительная округлость форм, да? Запомнили. И вот она с этой, значит, пленительной округлостью стала любимицей модных салонов Петербурга. Ну, звездой. Сейчас звезды немножко другие, тогда балерина – это, конечно, звезды светской жизни. В нее были влюблены многие мужчины тех времен, в том числе и Пушкин. И в своей поэме «Евгений Онегин» он даже посвятил ей строки. Вы готовы? Может, исполнение? Может, и толстой американец был тоже в нее влюблен? Возможно, потому что время – это начало XIX века. Все сходится, да. Итак. «Блистательно, полувоздушно, Смычку волшебному послушно, По толпою нимф окружена, Стоит Истомина. Она, одной ногой касаясь пола, Другое медленно кружит, И вдруг прыжок. И вдруг летит. Летит, как пух от уст Эола. То стан совьет, то разовьет». Слушай, ну, про Толстого он писал как-то менее гармонично. И быстрый ножку бьет. Извините, я закончу. Я паузу мхатовскую выдержал. Извините. Пушкина прервали. Как-то говорю, про Толстого он менее гармонично писал. А тут прям... Дело в читке, Саша. Не, я думаю, что тут чуть больше времени было уделено написанию. Хорошо, хорошо. С душой подходил, да? Да нет, может быть, просто от человека зависит, нет? Тот писал-то про кортежника за меня, А этот про прекрасную женщину. Тот этот, да. Это один даже человек, да, Пушкин. Нет, я понимаю. Я про Толстого и про балерину сейчас говорю. Потом это же произведение, причем, да? В Онегину побом всех разнес. Кому-то прописал, кому-то, наоборот, в любви признался. В общем, как вы поняли, если Пушкин сам такие строки пишет, ну как из-за такой не постреляться, да? Ну, лучше незаконно стреляться, но... А тебе не нравилось, да? Осуждаю, осуждаю. Это история началась... Портимую историю, Саш. Конечно. В 1817 году. Ага. Вот, да. А стоишь в Москве. Да. Молодой граф, камер-юнкер, чтобы понимать, кто такой камер, ну, непонятно же. Это гражданский чин пятого класса, придворный. Александр Заводовский по уши, естественно, влюбился в изящную историю. Он, между прочим, был сыном ни много ни мало первого министра народного просвещения. Сын министра. И вот этот сам министр, он в прошлом, вообще-то, фаворитом Екатерины был. Ага. И звали этого министра Пётр Васильевич Заводовский. Это сынок. Молодой. Ну, и молодой этот человек признался и в чувствах, но женщина предпочла Заводовскому штаб-родмистра. Тоже военный чин десятого класса пониже, чувствуем, да? Серьезно пониже. Ну, это замкомандира эскадрона. Это кавалерийский чин. Это, условно, зам, ну, я знаю, там, капитана, что ли, если на наши деньги. Зам роты. И папа у него не был министром. Нет. Хотя фамилия тоже, как ты говоришь, известная, Василий Шереметьев, но нет, не министр. И, естественно, на мой взгляд, наверное, Василий, все-таки вот этот штаб-родмистр, был красавчиком, потому что, ну, там-то с бабками чувак и с именем, а тут какой-то штаб-родмистр, ну, ей-богу. То есть, женщины только на внешность плюют? Нет. А, ну, то есть, смотря какого возраста, Саша, и как много пожили. Вот. И слушать ли советы? Сначала на внешность, а потом на бабки. Не факт. Может, все наоборот. Итак, мое предположение, он был красавчиком. Хорошо. Потому что, ну, положение достаток у Шереметьева, конечно, были намного ниже, чем у этого Заводовского. Вот. Ну, дело молодое, ладно, значит. И однажды Василий, вот, Шереметьев, и Авдоти, которые стали вместе тусить. Тусить. Мы тусить вместе. Поссорились. И, ну, дело молодое, бывает, поссорились. И Шереметьев решил сделать ужасное. Он проигнорировал ее выступление. Не пришел. Не пришел. Ей 17, она выступает, или ей уже больше? Сколько? Ну, это 17 лет, наверное, 18. А ему? Ну, он тоже молодой. Молодой офицер. В общем-то, ну, я думаю, лет на 5 где-то. Ну, И вот, не пришел на спектакль. Подлец какой. Об этом узнал Александр Грибоедов ходит в историях. Угу. И решил воспользоваться ситуацией. Значит, выступление закончилось, и Грибоедов пошел за кулисы и сделал Истоминой предложение попить чаю в квартире своего друга, а друг у него Заводовской. То есть, он знает, что Заводовский любит Истомину, знает, что между ними разлад, такой думает, пойду-ка я подкачу, да, ну, чтобы как бы вот так вот. Ну, мало того, Грибоедов проживал в квартире Заводовского в это время. Чтобы для петербуржцев, может быть, интересно, тогда эта квартира, то есть, они жили в доме сейчас, это Невский проспект 13, дом Чаплиных. Ну, чтобы ходили и представляли, вот здесь произошли события тех времен. Ну, и эта квартира была известна на весь Петербург, где проводились попойки и кутежи молодых по весу. То есть, как бы там граф всем заправлял, проставлялся, да, как говорится. Золотая молодежь. Ну, а Грибоедов рядом. Истомина согласилась, да, и поехала вместе с Грибоедом в гости на чаек. Вот камер Юнкеру графу. Ну, все девочки поймут. конечно же. Да что ты вообще? Юля, ты понимаешь? Они же в ссоре с Василием. Ну, и спектакль проигнорировал. Ну, Кто сомневается в том, что Даня сексист? Смотря какие у них были отношения в плане серьезности. Если они просто один раз попили чай, да ну, ладно, ничего страшного, можно и с другим попить чай, почему бы и нет. Хорошо. И вообще она поехала пить чай. в известную тусовое модное местечко. они дружить хотели? Конечно. Не, ну там Грибоедов, там интересно пообщаться. Грибоедов почитает, что-то свое. Да. Заводовский нальет чай. Ну, я должен сказать, что чай оказался крепким, сладеньким, она осталась там на два дня. Неплохо. Это задокументированный факт. Два дня пила чай. Ты свечку держал? Люди держали. Да просто на диване перекимарила девочка. Ну что, чай пила? Смарила после выступления. Она устала, танцевала, там четыре часа. Уймитесь. Да мы-то что? Мы-то что? Ну, чай и чай, да? Два дня. Значит, слухи об этом событии дошли до Шереметьева. Ну, мужчина счел себя оскорбленным, пошел за советом к Якубовичу, всплывает Якубовичу будущий декабрист. Он тогда был гвардейским корнетом, то есть все были молодые достаточно. И Якубович дал совет, надо стреляться, что делать. Ну, а оскорбленный, значит, в чувствах наш штаб-ротмистр Шереметьев вызвал Заводовского на дуэли и друг Заводовского, Грибоедов, это с той стороны, где чаевничали. Он тоже сделал ответный жест и вызвал на дуэль Якубовича. Ну, ну, что вы вдвоем? Что ты совета даешь? Да, давай-ка. Пойдем со мной. Пойдем-ка. Дело в том, что, видимо, как-то не понравилось, как вызывали, когда-то они стали там общаться, конфликтовать. Перешли на личность, и дело в том, что он знал, и Якубович и Грибоедов друг друга знали. Они там в университете вместе учились, и, видимо, уже там... Ну, Саша, ты же помнишь, все друг друга знали. Да. Ну, вот. И четверная дуэль, так называемая. Ну, потому что... Два на два. Два на два. Ну, это битва какая-то. Известный формат. Извините, это уже стреляет, что ли? Подожди, рано, рано, еще не сходимся к барьеру. Представляешь, а вот когда действительно дуэль переходит в какую-то битву? Сколько должен быть человек? Десять на десять? Ну, как... В битву переходит, когда Арамис, Артос... Арамис, Артос, и... Арамис Партаньян, все понятно. Когда гвардейцы прибегают, короче, висели в битву? Гвардейцы. Значит, дуэль четверная была назначена 24 ноября 1817 года. Это уже дело, да, дело в этом году. Местом выбрано Волково поле, вот, чтобы понимать, для петербуржцев или для гостей города, это вот как раз-таки район, недалеко. У меня на районе это река Волковка, станция метро Волковская, Волковское кладбище. Вот это... Там деревня была. Да. Так что сейчас? Деревня и заколустья. В общем, вот на этом поле была назначена дуэль. То есть не было, домов не было. И метро точно, да? Да. Петербуржцы, да, поймут. И вот стреляться для начала должны были, конечно, Шереметьев и Заводовский. Они же, фронтмены вечера, это уж потом. А Грибаедов и Кубович были секундантами. Шереметьев выстрел первый, не дойдя до первого барьера. Там два барьера. Пуля оторвала воротник Сертока Заводовского, но не задело тело. Промахнулся, в общем. Молодой граф дошел до второго барьера. То есть уже все, до последнего, до платной, да, где надо уже производить выстрел. А это оказалось, у них, они договорились, барьеры тоже устанавливают, шесть шагов. Ну, то есть шести шагов попасть несложно. Да. Не надо быть толстым. И по правилам в принципе дуэли по этикету дойдя и видя перед собой, то есть можно было отказаться от выстрела и сказать, ну все. Как бы. Ну, типа давай за... Потому что я тебе сейчас в лицо выстрелю, ты умрешь. В принципе это нормально. Шести шагов. Да, да, да. Там слепой его убьет. Но он выстрелил. Пистолет дал осечку. И в принципе, и даже после этого можно. Тот выстрелил, выстрелил, совершил попытку, пистолет дал осечку. Ну, правила предусматривали как и решить вопрос миром, так и перезарядить. Повторить. Да. Он снова выстрелил. Нет, а почему только он стреляет? Не-не-не-не-не. То есть ты стреляешь до выстрела. Да, пуля должна вылететь. Еще раз выстрел, второй раз, да? Вторая осечка. Не угомонился, третью попытку и уже попал в живот. Ну, что тут? Живот это самое... Это мучительная рана. Там в сердце попадешь, умрет, сразу в лицо тоже умрет. Ну, в живот. В живот печально. Да, это сейчас может быть раны в животе. Ну, смотрят, чем тебе попадут. Тогда стреляли такими пулями, что... Да вообще рана в живот, она тяжелая. Да, не, так и сейчас выживает. И сейчас, да. Тяжелая. В общем, его сразу в больницу. Ну, за день умер. Попасти, естественно, не удалось. И вот, происшествие взбудоражило, естественно, весь Петербург. Потому что люди уважаемые. Один, который в центре живет, золотая молодежь, да? Граф, там, и повеса. Второй, там, грибоеда, все равно начинающий поэт. Третья, там, вокруг Истомины все тоже, там, звезды. То есть это не какие-то рядовые люди. То есть стреляли. Да, рядовые не стрелялись. Да. Ну, тут еще и даже среди нерядовых известные люди. Топовые ребята. Там, с имени министра. Да? Ну, и началось следствие. А в результате следствие Заводовскому, как это поводится, предложили на время уехать за границу. Вот, что он и сделал. Там, не до Истоминой. Пускай танцует, а он в Англию. Переждать, как говорится. Якубовича, который не скрывал свою деятельность в дуэли, разжаловали в прапорщике, отправили на Кавказ служить. То есть такую ссылку военную. Вот. Грибоедов же, по окончании следствия, уехал в Нарву. Это у нас тоже на районе Леновом. Вот. Таким образом, Якубовичу и Грибоедову пришлось перенести свою... Вообще, Нарва, это территория другой страны. У нас Ивангород. Ну, ничего. Ты тут, пожалуйста, не вводи в заблуждение людей. Саша, Саша. Подожди. Пока. Добавляй. А тогда было... Тогда было всё правильно. Двором, кругольный задний. Ну, как вы понимаете, Якубовичу и Грибоедову пришлось перенести свой дуэль на определённый срок. Потому что один на Кавказ, другой в Нарву. А тогда они не могли стреляться, потому что у них не было дуэли этих секундантов. Ну, человека ранили смертельно, повезли они сразу же не до стрельбы, в больницу. Да, да, шипа нет. Позже Грибоедов согласился на секретарскую должность при царском поверенном по работе в Персию. Это Иран современно уехал в Персию. Вот. Да, но мы знаем, что Грибоедов, он вообще как раз-таки был дипломатом. Да, да. И вот, значит, по службе он нередко посещал Тифлис, это Табилиси. И, значит, встретил там Якубовича. Случайно? Ну, потому что служил на Кавказе, он служил там, он в Драгунском полку, а он приехал там по работе, там ни на один день, ни на обед приехал. И вот они там как бы пересеклись. Ну, и они решили стреляться. Дело не закончено было. Не разрешено. Прям там, что ли? В Петербурже ехать, да? Вот. Самолетов тогда, понимаете, сами уже не было, поэтому пришлось, да, там. Поединок был назначен на 23 октября 2018 года, то есть дело через год произошло. И должен был пройти недалеко от селения Куки. Ну, может кто там? Может, узнаешь про это? Там гладбище какое-то, поле. Нет, нет, это не у нас на районе. Якубович выбрал секунданом дипломата Николая Муравьева. То есть как бы Якубович выбрал секунданом дипломата. А Грибоедов, наоборот, там, по-моему, тоже военного какого-то. Амбургер на фамилии. Ну, и дуэль прошла без особых потерь. Грибоедов не попал в соперника. А Якубович попал, прострелил мизинец на левой руке. Вот. И оторвал ему мизинец, да. Ну, и на этом все дело и закончилось. Ну, смотри, вот мне интересно. Они вот пострелялись. Да. Вот так. Да. И что это, типа, вот что они порешали этим? Старый спор. Не, это... Ну, кто выиграл в этом споре? Типа, что к чему? К чему честь или что? Вот, куда, как? Кому балерина достанется? Да и про нее уже забыли все. Никому не интересно уже. Не, ну вот, как бы, один другого убил, понятно, там, ты, типа, там, стил, там, за оскорбление. А в такой ситуации? Один промазал, второй отсек мизинец. Ну, все, разошлись. Закончили. Все, друзья. Ну, нет, может, не друзья, но, как бы, больше претензий нет. Претензии... Претензии там, сняты, да? Урегулированы. Вот таким образом. А то, что, по-двоему, надо стреляться до победного конца. Ну, знаешь, там, есть же много историй, да, где там люди, там, 30 лет стрелялись. Ну, да, да. 100 сходок. Слушай, я так понимаю, что если бы каждая дуэль так заканчивалась, меньше дуэлей. То есть, например, стреляемся до смерти, то и меньше дуэлей бы назначалось. А потому что знали, что все-таки не каждая дуэль заканчивается убийством, даже ранением, да. Поэтому так, ну, давай нервы пощекотим. Ну, вот я про это говорю. Ну, если дело касается профессиональных стрелков, сам понимаешь, да? Ладно, ладно. Вы все не успокоятся. Просто месяц прошел. Ладно. Короче, мало кто знает. Ну, мизинец оторвал, что такого-то он там пишет, стихи свои там, поэмы. Ну, не так страшно, да. Ну, вообще-то он и написал два вальса. То есть, он музыкант. Их так и называют, Грибоидовский. Вальса. И когда я играл на фортепиано, факт, что ему приходилось надевать вот такой чехольчик на мизинец. Ну, чтобы... Ну, типа протезика маленького, чтобы играть на пианино. Чтобы играть на мизинец. Да, да. Ну, а что дальше произошло с героями? Как у кого жизнь-то сложилась после вот этой четверной дуэли? Одного, мы знаем, закопали. Да, один закончил быстро эту историю свою тут же. В Питере. В Волковом поле, да. А вот, значит, с Грибоедовым. 1829 год. Прошло еще, получается, 11 лет после второй дуэли. И случилась резня в русском посольстве, в Тегеране. Ну, понятно. Массовое убийство сотрудников русского посольства и укрывшихся в нем армянских беженцев. Религиозные фанатики пробились туда, растерзали российских дипломатов. Причем любопытно, что... Ну, во-первых, Грибоедову было 34 года всего, то есть молодой. И тела было сложно опознать настолько. Там их растерзали, эти звери, значит, и опознали по мизинцу. То есть вот по этому... Оторванной фаланге, да. Да, да. Ну, а что? Якубович, он служил на Кавказе, как мы знаем. Прославился там храбростью. Дослужился в 1924 году через, получается, 6 лет после дуэли с Грибоедовым до капитанского звания. То есть шел по службе. Но в следующем году сблизился с членами Северного тайного общества, принял участие в восстании декабристов. И он, конечно, хотя и метался в само восстание, не очень уверенно себя вел с теми, с теми, что-то там, что как. Но все-таки попал под раздачу. Его сослали на вечную каторгу, на Нерчинские рудники. И он там на каторге умер в 1945 году в возрасте 53 лет. Про Заводовского хотел найти. Вот он свалил в Англию. Может, он стал каким-то мегадипломатом, министром. Нет, ничего. То есть про отца есть, фамилии известны про него. Мало информации. Известно, что он дослужился дальше, до Камергера. То есть повыше стал чином. Был чиновником коллегии иностранных дел. То есть он пошел по работе своей. И умер холостым в 1856 году в возрасте 62 лет. Ты видишь, он любил балерину. У них любовь была. А может, решил больше как бы. Ну его нафиг. Всю карьеру загубили. Остался бы в Петербурге. Стал бы тоже министром каким-нибудь. А тут сослали в Англию. Пришлось там, как говорится, скотч пить. С балериной-то что? Вот. Что же стало самой невинной участницей событий? Наша Эмдотия, как говорится. Ну, она продолжала танцевать. Понятно. Конечно, кружить голову мужчинам и наслаждаться жизнью. Правильно, хорошая девочка. Молодец. Конечно, молодец девочка. Однако со временем стало, как у любых балерин. Они взрослеют. Знаешь ли, стало меньше роли. Потом сняли там худрука ее, который ей, как говорится, проявлял благосклонность. Популярность стала падать. И вскоре о ней просто забыли, как еще одну звезде. И уже вдоволь нагулявшись, после сорока она впервые выходит замуж. Ну, отлично. Но так как после сорока это уже не граф я, это актер. Актер. Очень плохие актеры. Да, ну, как бы они неплохие. А что за актер? Знаменитый? Нет, не Безруков. Нет, и не Хратьян. Ну, в общем-то, в сорок восьмом году балерина скончалась от холеры. Ей было всего сорок девять лет. Сегодня ее знают в основном из-за вот этой истории, из-за нее стрелялось четверо мужчин. Ну, и, конечно же, Онегин Пушкин ее увековечил в своем произведении. Значит, ну что дети, пора делать выводы из этой истории. Стория закончилась. Если коротко, опишу ситуацию, значит, вот порхающая балерина есть, причем такая нескромница, ну, завсегда-то, везде, там, со всеми. Значит, есть богатенький кутила графа, ну, и есть олененок наш, да, вот, в итоге. Благодаря... Олененок? Олененок. Мне нужно раскрыть это определение. Не будем, это длинная история. Я пойду кофе заварю пока. Вот, я коротко. Значит, благодаря любви женщины крепкому сладенькому чаю, как вы поняли, который пьется два дня. Значит, у нас один олень в могиле, кутила свою карьеру, загубил в Англию, да, свалил из страны. А одного мужчину рожали. А, я понял, во всем виноваты женщины. Смотри. Какие сомнения могут быть? А женщина продолжила жить, свою жизнь, как ни в чем не бывало. Она что сделала-то? Итак, дорогие мальчики, значит, какой вывод? Ты уже делал вывод, еще продолжаешь? Нет, это я описал ситуацию, а вывод такой. Не попадайте в такие истории. Будьте аккуратны, вот, бдительны и ответственны. Женщина любит это слово ответственность, да, надо нести перед ней. Но я призываю мальчиков нести ответственность перед собой, своей жизнью. И вот быть аккуратными в таких отношениях и взаимоотношениях с девочками. Еще раз, смотри. Да. У них какие-то отношения, не зафиксированные официально, судя по всему, были. Да. При этом он был военным, то есть профессиональным стрелком. И вызвал на дуэль непрофессионального стрелка. Я думаю, как ты, а нет, подожди, граф всю жизнь тоже... Ты говорил, что и так нельзя делать. Подожди. Так вот, он пришел на дуэль, промазал, потому что выстрелил раньше времени издалека, потому что очковал, короче говоря, он, видимо, сильно. Так. А потом... Слушай, своя версия. Ну какая своя версия? Я тебе рассказываю, что ты мне рассказал, я тебе пересказываю. Слушай, ну... А потом его застрелили. Так вот, говорю, это олень. Да, вот так он его и оленем он называет. Он дурачок, да. А тот тоже дурачок, потому что... Все дураки. Вот, смотри, она там крутится, они стреляются, терпят, как говорится, убытки и моральные, физические. Кто-то в могилу, кто-то куда. Не надо было никого вызывать никуда. Абсолютно верно. И в этом мы говорим. Надо было сделать официальное предложение балерине. А это обязательно вообще? Именно так. Она выстала его законной женой. Саша, вы что-то думаете, что я Шереметьево, типа, оправдываю? Я говорю, что они все вокруг дебилы. Я тебе говорю. И Грибоедов, и Якубович. Я тебе говорю. И Шереметьев, и Золодовский. О, нет, тебя мы позовем в школы в последнюю очередь. Вот такие, как я, закончатся, а мы не закончимся. Нет, мы вам это не позволим. Вы это кто? Это я и мои соратники, понимаешь? Кто вы? Как вас найти? Я, Николай Второй. Ну, короче. Мы сами приходим. Да? Все верно. Официальное предложение нет. А что бы изменилось? Думаешь, она бы не гуляла? Ребята, ребята, не стреляемся, не деремся за девочек. Все это, в итоге, они будут танцевать, а вы будете известно где. Спасибо за поучительную историю. Данил Александрович. Урок окончен. Да, спасибо. Не бегать. Рубрика «Комментарии». Ты смотри, ничего не меняется, да? У него нет. Ваши удивительные комментарии. У тебя тоже. Так. Ну что, Дмитрий пишет? Не знаю. Помощница не указала. Какой? Где, да. Откуда комментарий. А ты так по внешнему виду не видишь? Я не понял. Вижу, что по внешнему виду Дмитрий. Итак, всем катастрофическое. Здравствуйте. Я невнимательно прослушал последний выпуск. Послушаю два раза, теперь исправлюсь. Вообще попал на ваш подкаст месяца 3-4 назад. Работаю в ночь по 12 часов и долгий период слушал все 12 часов подряд вашей истории. Отчаянный тип. Очень интересно. Спасибо. Прослушал все. Одна большая проблема. Не могу слушать выпуски без много обожаемой. Ну и самое сильное обожание, конечно, с моей стороны Юли. Ага. Дальше идет признание. Втрескался в голос по самое не хочу. А где он находится не хочу? Смех. Вая. Это восклицание. Вая. Чего он делает с моими ушами? Ощолить влюбился. Очень приятно. Спасибо. Передаю интонацию автора. Да все, заткни. Да, я поблагодарю. Да, на моментом насладиться. Спасибо, Дмитрий. Это кастбокс. Кастбокс. Все. Все. А мне язык заплетать. Ну хорошо, хорошо. Немного надо тебе. Да, я человек простой. Так, следующий комментарий. Андрей Демьянов. Сейчас про голос Саши, наверное. Вах, что делает с ушами голос Сашки. Андрей Демьянов пишет. Ламповый. Очень интересно. Хочется прослушать все выпуски. Ну, не надо себе отказывать, да? Я так понимаю. И на это немало влияет атмосфера, которая царит во всех выпусках. Атмосфера. Хорошо. Спасибо вам за комментарий. Так. Ураскейт пишет. Пишу с аккаунта жены. Спасибо. Это очень важно. То есть это может быть не Ураскейт. Кстати, этот комментарий оставили на Литрес. Там такое тоже можно. Пять звездочек, комментарий. Да, и у нас пять звездочек. Да. Пишу с аккаунта жены. Это что-то значит, видимо. Где вторая половина фотографии? Какой-то кот это. Мы должны человека спасти, что ли, я не знаю. Освободить. Да что ты все. Куда ты свою повесточку тянешь постоянно? Повесточка. Я ей не тяну. Она ко мне пришита. Год новой повестки старой. Продолжай. Ладно. Суперский подкаст с атмосферой дружеской вечеринки. Даже то, что уже давно знаю, интересно и приятно слушать в такой подаче. Не пропускаю ни одного выпуска. Но на другой площадке не было возможности оставить комментарии, поставить оценку. Исправляю упущенное. Вау. То есть человек слушает нас где-то в другом месте. Да. У него нет аккаунта на Литресе. Ну, у него есть аккаунт с жены. Но он взял телефон жены и написал нам комментарии, просто чтобы нас порадовать и поддержать. Блин, вообще класс. Да, это Илья, по-моему, вы что? Да, да, да. Да, что-то я помню. Я не знаю, кто это, но я еще не завершил комментарий. Хорошо, давай. Желаю Юле не убить Данила. Ну, спасибо. Мы в этом как бы солидарны. Очевидно, что он только притворяется сексистом. Но получается у него плохо, потому что человек, он, видимо, хороший. Александру ничего не желаю. У него и так все отлично. Так держать. Илья. Да, подпись Илья. Ну, Илью, мы знаем. Илья наш постоянный комментатор в телеграм-канале состоит, пишет активно. И, в общем, Илья, спасибо, что добрался даже сюда. Круто. Класс. Спасибо. И вообще, вот будьте как Илья. Да. Оставляйте пять звезд и комментарии. Так, все берем в руки. Телефон жены. Я же тебя пробивать начинаю. Шутки твои. Гни другую линию какую-нибудь. Нет, нет. Ты растешь. А, хорошо. Ой, ребята, у меня будет сложная история для меня, но я очень хотела ее рассказать. Сложная история для тебя. Да, она сложная именно для меня. Потому что она нетипичная для меня. А мы уже начали? Да, уже начали. Да, ну хорошо, давай будем говорить. Мы уже продолжаем. История нетипичная для меня чем? Тем, что обычно я рассказываю, смеюсь, хохочу. Так, так. Они у меня такие легкие в истории и все остальное. Это, наверное, первая история, которая грустная, где тут не поржать особо, пять копеек не ставить. Но прикол в том, что я два месяца почти у меня эта история в закромах лежала и хотела об этом рассказать. Почему? Часто случаются неприятные события в жизни, в ходе которых умирают один человек или много людей. Часто эти события становятся как бы для всего мира какими-то знаковыми, объявляются дни траура. И все помнят, как условно умер один человек, например. Мне всех жалко, я всем сочувствую, это все понятно. Но я решила рассказать об одном трагическом событии, чтобы о нем тоже все знали и помнили. Потому что, ну, я слышала про это только когда сама была в той стране, и мне просто таксист об этом рассказал. Честно говоря, я даже не знала. Поэтому вдруг, если вы не знали про эту ситуацию, я хочу ее, скажем так, увековечить, если можно это сказать в нашем подкасте. Вечером он, конечно, не будет, но как может больше будет. И это произошло 7 декабря, как раз таки в мой день рождения. Только в 88-м году в Армении произошло землетрясение. Слышали про это событие? Про события слышали, про то, что погибло много людей, там стерт чуть ли не город был. И про то, что всем союзом отстраивали, помогали, это слышали. Подробностей нет, не слышали. Вот я хочу в подробностях рассказать сегодня именно про эту историю. Я обожаю Армению, честно. Я даже как-то у меня были мыслишки туда переехать. Просто, ну, так, почему бы и нет. Не только у тебя. Мыслишки. Ну, сейчас-то эти мыслишки-то у других по понятным причинам есть, и все переезжали. Подожди, пасти овец в горах? А почему нет? Я люблю горы, люблю овец. Люблю пасти. Да, идеально. Да, люблю армяне. Нет, нет, подожди, нужно же позитива какого-то все равно в мою историю. Я, честно, обожаю Армению. Обожаю. Хорошо. Всем пламенный привет всем, кто сейчас в Армении, а особенно всем армянам. Армяне, если нас слушают, я вас всех обняла, приподняла. В общем-то, да, и про это я услышала и ехала в такси из Гюмри, как раз-таки город, который очень сильно пострадал во время этого землетрясения. И таксистам на протяжении 20 минут мне рассказывал всю вот эту историю. В 10 часов утра 7 декабря 1988 года в Армении произошло катастрофическое землетрясение. Подземные толчки за полминуты практически уничтожили город Спитак, а города Ленинакан, сейчас это Гюмри, также Кировакан и Степанован, вот такие названия сложные, подверглись сильным разрушениям. Всего от стихии пострадал 21 город и 350 сел, из которых 58 были полностью уничтожены. Землетрясение также ощущалось в Ереване и Тбилиси. 58 сел было уничтожено от землетрясения. И это, ну, как бы извините, это не где-то там, где постоянно происходит землетрясение для людей, да, это там условная норма. Да, а здесь, ну, извините, Армения. Ну, норма вряд ли, 58 уничтоженных населенных пунктов норма, но это по любым меркам дофига. Не, ну, норма имеет в виду, что если ты в Японии знаешь, что у тебя происходит землетрясение, ты строишься по этому поводу специальной нормы. Мы поэтому и поговорим, кстати, это уже в самом конце будет, по поводу стройки, почему все разрушилось-то в конечном итоге. Ну, в принципе, уже понятно на самом деле, почему, потому что вот так вот строили. Как так? Ну, скажем так, нехорошо. Нехорошо? Может, просто не ждали землетрясений там, где их никогда там условно не было? Ну, нет, были там землетрясения. Да, ну, они были не такие сильные, но они были. Магнитуда составила от 6,8 до 7,2 баллов, а в спитаке интенсивность достигла 10 баллов. Толчки были полминуты, но, в принципе, этого было достаточно. То есть 10 это максимально, да? Это максимум, да. 10 по какой шкале? Рихтера? Рихтера там сколько? Ну, в общем-то, достигла 10 баллов. Волна, вызванная землетрясением, обошла планету два раза и была зарегистрирована научными лабораториями в Европе, Азии, Америке и Австралии. Я думаю, тут как ни строй, где 10 баллов, ты там ничего не сделаешь. Ну да, если это там не плавучие дома условно какие-то, которые тоже могут прикрыть условно какой-нибудь там волной цунами. Спасательные работы, значит, начались в 11 часов по московскому времени в нынешнем Гюмри. По тревоге, значит, все пожарные команды вышли, понятное дело. Огонь удалось погасить на нефтебазе и в районе текстильного кабинета. Там на полстраны шили, и ткани, в общем-то, он был достаточно известным. Ну и понятное дело, что там все разрушилось, и все люди остались без работы. Ну и, соответственно, полстраны осталось без того, что они, ну, как это сказать, господи, имя... Производили. Да, да, производили. В Ереване мобилизировали 12 тысяч человек и отправили их в 5 наиболее пострадавших точек. Туда же, понятное дело, сотни экраны, бульдозеры, экскаваторы, автомашины. В общем-то, все отправились туда. Да, во второй половине дня, все же, того же 7 декабря, туда, значит, поступили груженные машины медикаментами, строительными материалами. Пятью тысячами палаток направились из Грузии в Армению. То есть Грузия уже присоединилась. К слову, там, забегая вперед, температура была, скакала от плюс пяти до минус двенадцати. Ну, то есть это было холодно, декабрь. Скакала прямо в этот день, что ли, или что? Ну, там, условно, днем плюс пять, ночью минус двенадцать. Ну, тоже какая-то нетипичная погода странная. От плюс пяти до минус двенадцати очень сильно. Почему нет, с ночи до утра? Ну, да, да. Понятно, что все вооруженные силы СССР, ну, в общем-то, подключились. Из Москвы в Армению в тот же день вылетела бригада. Из девяносто восьми высококвалифицированных медиков, военно-полевых хирургов, все отправились туда. Спасательные работы, медицинская помощь пострадавшим проводилась зимой. В горной местности высота около тысячи четыреста метров над уровнем моря. И в течение 10-12 дней по нескольку раз в сутки продолжались сейсмические толчки силы от 3,5 до 5 баллов. И колебания температуры, как я уже сказала, составляли от плюс пяти до минус двенадцати градусов. Периодически отмечались осадки в виде мокрого снега и дождя, сопровождаемые ветром. И, соответственно, эти палатки нужно было как-то обогревать. Утеплять, ну, вообще-то, да, очень было холодно, но как-то справлялись. Оказание помощи населению осложнялось тем, что в пострадавших городах оказались разрушены, естественно, медицинские учреждения. Если там все разрушено, они тоже. Так, например, в городе Спитак раненых свозили в городской стадион-базу. Ну, это тоже распространенная схема, где оказывали всю медицинскую помощь. За несколько дней в республике было развернуто 50 тысяч палаток и 200 полевых кухонь. В всего спасательных работах, помимо добровольцев, принимали участие свыше 20 тысяч солдат и офицеров. На расчистке завалов использовалось более 3 тысяч единиц военной техники. И по всему СССР активно проводился сбор гуманитарной помощи. К слову, ну, понятное дело, что СССР, ну, как бы помогало восстановлению, приняло еще в спасательных работах 111 зарубежных стран. Они оказывали помощь. Ну, поэтому, что они туда там все не ехали, не разгребали. Там бригады какие-то, да? Ну, нет, они присылали оборудование, еду, медикаменты, продукты. Ну, в общем-то, все-все-все, чтобы хоть как-то могло помочь. И также приехали 45 тысяч строителей всех союзных республик, чтобы хоть как-то это разгрести. Так что, вот, это не конец. Потому что обычно я говорю так, что это значит, я заканчиваю. Нет, я не заканчиваю. Я поговорю еще про оценки и мнения. Это как раз-таки про стройку, да? И про последствия в плане, как еще люди помогали, творческие люди. Группа музыкантов и актеров собрались вместе с французским писателем и композитором Шарлем Азнавуром. Известный человек. Да? Ты знаешь? Конечно. Он концерты устраивал и еще недавно у нас даже выступал в Питере. Да, очень любимый многими. Ничего себе. Круто. Так вот, знаете, значит, он... Будем. Да, да, да. Они написали песню «Портор Армении». Ну, в общем-то, я неправильно прочитала, но неважно. Шарль, наверное, имеет армянские корни. Возможно, да. Потому что диаспора во Франции армянская. Армянская. Большая, да. Вот. И песня называется, если в переводе на русский, «Для тебя Армения». Так она называется. Вот вместе с армяно-французским композитором Жоржем Гарваренцем они создали фонд под названием «Азнавур для Армении» и написали песню. Продали ее больше двух миллионов копий. И, соответственно, все-все-все деньги направили на то, чтобы построить 47 школ и 3 детских дома для жертв катастрофы. То есть 47 школ. Да. Представляешь? Не кисло. Да. Понятное дело, что землетрясение вывело из строя около 40% промышленного потенциала. Также 40% всей страны оказалось не под завалами, но пострадало так или иначе. И в цифрах в результате землетрясения погибло, ну, все, как сказать, в официальных источниках написано 25 тысяч, но вообще-то, говоря, что намного больше. Говорят. Ну, да. Поговаривать. Ну, 25, да. Но вообще-то, на самом деле, больше 45 тысяч. Не-не-не, не так. 25 – это официальный источник, а говорят 45. А говорят 45. Ну, да. Нет, ну, просто кто говорит, понимаешь, что тут в таком… Например, «я слышал, что больше». Вот как бы обычно так говорят. Нет-нет-нет. Ну, слушайте, а типа официальные источники, они бывают разные? Ну… Вот одни источники пишут 25. Почему есть повод не доверять официальным источникам? Ну, например, уменьшение, может быть. Да нет. Понятное дело, что любым каким-то вещам, ну, можно не доверять. Но, еще раз, официально 25. Есть мнение, что 45, я понял. Есть мнение, да, там мало ли. Есть мнение. Ну, да, да, пусть будет так. Также 140 тысяч остались инвалидами, 514 тысяч остались без крова. Да-да-да, в общей сложности. Были разрушены 200 тысяч ученических, 210 тысяч ученических мест. То есть, дети, им негде было учиться. В детские садики на 42 тысячи мест, 416 объектов здравоохранения, театры, музеи, 391 библиотека. Ну, в общем, много. Ну, все стерлось. Все стерлось, да, с лица земли. И вот тут как раз-таки про оценки и мнения, да, есть такой заведующий лабораторий сильных землетрясений института физики РАН, Шебалин. И вот как раз-таки в отрывке, есть отрывок из его чтения, где он, ну, понятное дело говорит, что это катастрофа, в общем, там все плохо, но якобы это все было из-за каркасно-панельной постройки и старой кирпичной постройки. И якобы вот типа из-за того, что все это было построено неправильно и неверно, именно в том месте, где уже, в принципе, были предпосылки для землетрясения, все это и разрушилось, в общем-то. И что вот там, если бы были определенные методы подъема там этажей и все остальное, то мы бы, ну, как бы потерпели намного меньших последствий. Ну, вот и все. Ну, тут извините, что эти там, ну, постройки по 50 лет стоят условно. Ну, ты же не будешь все перестраивать там, весь город как-то. Ну, как бы, понятное дело, что это его мнение, но ты с этим ничего не сделаешь. Скажем так, от этого никто не застрахован. Вообще непонятно, что было бы там, не знаю, в том же Питере. То есть, что... Ну, что такое? Ну, что в Питере не бывает землетрясений, поэтому здесь об этом не думают. А не было ни разу, да, кстати, вот просто интересно. В Калининграде было землетрясение? У нас только засасывает в болото. Это точно. В Калининграде было землетрясение, я училась в школе тогда, и мы выпрыгнули все из окна. Ну, да, из окна, а мы-то что? Мы-то дети, мы же вообще ничего не... Все начало дрожать, все это. Мы такие, ааа, уроки отмерят, круто! Окна пооткрывали, выбежали, благо на первом этаже было. Я даже помню, где-то было. Вышли на стадионе, стоим такие счастливые. Все учителя бегают, паника, землетрясение, как так? Там все попадало, мы такие, ура! В школу не пойдем завтра, круто! Ну, в общем, да, ну, это удивительно для Калининградской области. Вообще-то землетрясение, которое там не было, а тут оно бах и было. Кстати, я даже не знаю подробности в итоге. Там кто-то говорит, что там какие-то там работы проводились. Ну, я имею в виду, что там какие-то взрывы были у нас там на полигонах где-то. Не знаю, если честно, из-за чего это было, но было. Это где-то, я тебе скажу, 2003-2004 год, наверное, где-то был. Помимо того, что, ну, как бы я внесла свою лепту в память этого события ужасного, потому что, ну, я считаю, что люди, если не знали, вдруг, если кто-то не знал, я знаю, что нас слушают дети старшей класса, то вот, как бы, вы будете знать про это. Может быть, даже кто-то в школе это изучал. И вот как раз-таки 7 декабря официально отмечается в Армении как День памяти жертв землетрясения. В 89-м году в Советском Союзе была выпущена монета номиналом 3 рубля, ну, посвященная этой годовщине, язык не поворачиваясь сказать, ну, вообще-то годовщина. Годовщина – это любое событие, да. Да, также 7 декабря 2008 года в центре Гюмри был открыт памятник, посвященный этим событиям. И в городе Спитак на холме кладбища, где похоронены жертвы землетрясения, построена церковь из металла. То есть она прям такая металлическая. В общем, вот такой кусочек памяти я решила оставить в нашем дорогом любимом подкасте. Всё. Рубрика, которую любит больше всего Данил. Погнали. Ну, не знаю, мы опрос не проводили. Да ты её сам любишь, сам придумал, и сам её и любишь. Я не говорю, что ты её любишь больше всех остальных. Я говорю, что ты из всех рубрик её любишь больше прочих. Я её слепил из того, что было, и полюбил. Как пила, значит, певица. Буланова, по-моему. Буланова. Ну, это не точно. По-моему, Апина. Да? Да, какая Буланова. Хорошо. Значит, ребята, в комментариях напишите, пожалуйста, нравится вам эта рубрика или нет. А потом я зачту только те, которые мне понравятся. Да, да, да. Ну, это, ребята, шоу-бизнес, что вы хотите. Так работает телевидение, подкасты. Значит, итак, прекрасное о прекрасном. У нас есть возможность выслушать мнения американской актрисы. Актриса и кино, и телевидение. Активистка. Имя есть? Да кто же она? Я перечисляю. Мало того, она обладательница премий «Оскар», «Бафта», «Гильдии киноактеров США», номинантка шести премий «Эмми», девять премий «Золотой глобус». Ну, то есть серьезная, уважаемая женщина Сьюзан Эбигейл Сарандон. Что мы о ней знаем? Она дважды замужем. Вот, дети есть. Встречалась с Дэвидом Боуи. К слову. А не так давно рассказана история. Слушай, покажи мне фотографию, я хочу. Мы сначала с моей фотографией, а потом говорим. Я, в принципе, все, уже подвел. Я готов зачитывать ее цитату. Хорошо. Зачитывай. Поехали. Неужели выбор стоит так? Или ты начитанная недотрога, или страстная шлюха? Мне кажется, всегда есть способ совместить. Говорит нам опытная Сьюзан. Эбигейл, да. И что, вот я должен сказать, что можно, конечно, совмещать. Конечно, можно совмещать. Можно быть начитанной шлюхой. Или страстной недотрогой. Нет, страстной недотрогой быть нельзя. 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 Господи, какие вы душные. Можно. Она вся такая страстная, но когда хочешь дотронуться, не дотронуться. Да это вредно какая-то уже. Господи, ребята, не опытные вы. К чему ты это все, вот это конкретно? К чему? Это к рубрике прекрасная. Это к тому, что должен быть баланс. Совет это или что? Совет нашим женщинам. Совмещайте себе. Ты согласен? Я просто хочу узнать твое-то какое-то мнение. У меня нет мнения. Прекрасно. Саш, к чему вот это ты привел, эту цитату? Мое мнение состоит в том, что я выбираю нужные цитаты. Я понимаю. Вот видишь? Так вот, ты солидарен? Конечно. С женщиной? Конечно. Ну, с такой женщиной. С прекрасной Эбигейл. Почему ты ее вторым именем зовешь? Ее никто не знает. Мне нравится Эбигейл. Сюзан, ну так себе. Мне кажется, Сюзан это не дотрога, а Эбигейл это вот та самая страстная. Хорошо. Закончили рубрику. Давай все-таки спросим у Юли. Она же как бы представительница. К ней вопрос это. Почему нельзя? К ней вопрос не к мужчинам. У тебя есть не претензии? Так в том-то и дело, что я тоже не понимаю, почему нельзя. То есть ты согласна? Ну, конечно. Ну, должен быть баланс абсолютно. Баланс. Баланс, да, обязательно. Хорошо. Все. Ну, все. Согласна я, я. Что еще? Вы знаете, и, наверное, знают все наши слушатели, что помимо того, что я вместе с вами веду этот подкаст, не так давно мы с Даней работали на радио. И, в общем, с радио... Не так давно, лет 15 лет. Почему? А когда? Не так давно. А вообще с радио у нас очень много связано, и мы там много лет проработали и вместе, и не вместе. 15 лет назад начал я, даже больше уже, 16. Работал ты и так еще. А помимо этого я еще веду мероприятия. Ну, это тоже, наверное, знают. И вообще вот мы с Даней, первая работа, за которую я получил деньги, за то, что я говорю, это была работа наших зданий. Как раз таки она, с одной стороны, была связана с радио, потому что нас нашли как радиоведущих, а с другой стороны она проходила в баре. Еее. Вот. Это было круто тогда для нас прям вообще. И получается, что так как я ведущий, так как я веду корпоративы, свадьбы, там, дни рождения... Номер телефона будет в описании. Говорит, подкасты, все, кто в Питере. Не, ну а что? Вот именно. Надо пользоваться благами. И твою фотографию с бабочкой нужно обязательно. Помимо спортивных мероприятий и всего прочего, в общем, часть моей жизни проходит в ресторанах, барах, банкетных залах, вот везде. Осуждаем, да? Да, кстати, ты осуждаешь на праздниках. Я думаю, что все осуждения слова ты оставляешь здесь. И так как ты там не можешь осуждать, тебя не пригласят больше. Ты как будто бы здесь компенсируешь вот это все. Там не можешь высказаться. Она у тебя гложет. И ты тут осуждаю, осуждаю, осуждаю. Саша достаточно понимающий головой. Четко я тебя разложил. Пять тысяч за консультацию. Короче говоря... Проработай проблему. Спасибо. Подумай об этом. Запутали человека. Да не запутали, а задумался. Осуждаю я или нет. Короче говоря, часть моей жизни проходит действительно в заведениях общепита. Поэтому, когда я наткнулся на упоминание во время подготовки одной из историй на красный кабачок, я решил почитать, что это такое, где это, чего это. А потом выяснилось, что и чисто географически мне расположение этого самого кабачка очень близко. Ну и, в общем, в этот момент я уже понял, что пройти мимо я не смогу. Буду готовить историю про красный кабачок. Красный, а он не на Невском, случайно, на проспекте находился? Что-то я слышала про кабачок. Что ж у вас понесло? Это про кафетерий Сайгон. Да. Красный кабачок. Ну и отлично. Чего тебе не нравится? Я расскажу про рюмошную трепескаря скоро. Готовьтесь. Ну, Сайгон легендарное место. Юля о нем рассказывала. Красный кабачок место не менее легендарное. Берет свое начало, эта история, при Петре Первом. И сам Петр Первый там бывал. Бывала там Екатерина Вторая. О красном кабачке писал Пушкин. Ничего себе. Лермонтов. В Вигене-Онегине он писал. Всеволод Мирхольд на сцене Александрийского театра в 1910 году поставил пьесу, действие которой происходит в красном кабачке. В общем, место действительно легендарное, просуществовавшее много-много-много лет. А если вы сейчас в Яндексе, Юля говорит на Невском, если вы сейчас в Яндексе наберете красный кабачок, ресторан, то вы увидите кучу ссылок на сайт заведения, общепита, ресторана действующего. Он так и называется сейчас? Красный кабачок. Крутик. И написано, что красный кабачок располагается на Петергофском шоссе. Ага. Ну, это вообще далеко не Невский. Так-то. Ну, да. Петергофское шоссе современное – это дорога, которая переходит в проспект Стачек, а проспект Стачек переходит в Старопетергофский. И все вместе упирается в фонтанку. И... На севере. Ну, имеется в виду северная точка. Северо-восточная. Относительно себя. Относительно линии. Есть низ. Петергофское шоссе... Есть низ, есть верх. По карте. Северо-юг. Раньше эта дорога называлась Петергофской дорогой. Она идет от фонтанки. Да. Сначала она идет на юго-запад, а потом она идет на запад, вдоль залива. Хорошо. Так что... Короче, точка эта, которая упирается в фонтанку, она самая северная точка дороги. Еще самая восточная. Ну, северняя. Да, нет. Мы немножко говорим о... Так, подождите, Акабак-то действующий? Акабак-то где? Как туда поехать, пока вы споните? Да, да, действующий. Вообще дорога, Петергофская дорога, это вот та самая дорога, которая была построена для того, чтобы можно было из Санкт-Петербурга добраться до новых резиденций Петра. При этом эти резиденции тогда только начинали строиться, и все это было в 1710 году. Тогда был построен малый дворец Петра I, он еще называется Путевой дворец, и вот к этому путевому дворцу была проложена дорога. От фонтанки, где заканчивался Санкт-Петербург на тот момент, до резиденций. При этом мы знаем, что Петр, он же строил город по примеру, столицы европейских, и он хотел, чтобы этот город был, во-первых, европейским, а во-вторых, он хотел, чтобы он был таким же прекрасным, ярким, а в идеале даже лучше, чем все остальное. Ну и дорогу к своим резиденциям он хотел построить прекрасной. И у него был пример, это дорога между Парижем и Версалем, и он хотел, чтобы она блистала не меньше. А, и оттуда, типа, Петергов, это будет Версаль? Да. А сам Питер, это Париж? Да, примерно. При этом, как дорога выглядит с Парижа до Версали тогда выглядела? Дорога, вдоль которой есть красивые сооружения, дома, парки, все остальное. Так же решил поступить и Петр. Он проложил дорогу среди болот, по сути, и разделил эту дорогу на участки, и участки раздал самым богатым, самым влиятельным, самым близким людям вокруг себя. И повелел им, в буквальном смысле, строить там дома. Разбивать парки, делать красоту. Ну круто. И люди начали строить. И очень скоро этот район стал супер престижным, потому что у них, у всех там были дачи, дома. По сути, да, это же загород, да? Да. Ну, загород от Питера. Такой типо, ну, как сейчас бы сказали, коттеджи. Ну, сейчас мы называем там Петергоф и все остальное это пригород. Я думаю, то есть в пригород, там резиденция, а по пути в резиденции красивые-красивые дома. Что об этом писали люди? Вас поражают удивлением великолепные дворцы, возвышающиеся по обе стороны дороги, окруженные рощами и украшенные роскошными цветниками и лужайками. Широкая и отличная дорога постоянно кишит всякого рода экипажами. А в книге, которая называется «Достопримечательные Санкт-Петербурга и его окрестностей», она вышла в 1817 году, у нас как-то вот все вот вокруг этой эпохи, написано следующее. «Будучи усеяна прелестными и великолепными загородными домами, украшенная со всех сторон огромными и разнообразными садами или просторными лугами и водопадами, иногда, представляя взором вдали синеющее море, она весьма занимает путешественника. Одна мысль, что сии сады, луга и водопады построены на месте бесплодных и непроходимых болот, придает им очарование». В общем, дорога впечатляла. Через 100 лет она была именно такой, какой себе ее представлял Петр. Красивый и прекрасный. Ну, а тогда еще было только начало всего этого действия, только начало строительства. И понятно, что вот эта самая дорога, я сказал, что она там всего-навсего 40 километров, и сейчас это... Ну, что такое 40 километров? Ну, сел да поехал. Тогда, в принципе, конечно, тоже 40 километров это... Тоже сел и поехал, но дольше. Не то, чтобы непреодолимое расстояние было. Ну, действительно, сел в карету и помчал. Но кареты тогда ходили со скоростью, я специально посмотрел... Километров 10? Примерно 10 километров в час. А вверху можно было? Можно, вверху можно было домчать быстрее. Ну, понятно, что Петр там со свитой не будет на лошадях просто гонять. Он ездил все-таки там на кареты. Я говорю про летнее время, зимой скорость была чуть повыше. И понятно, что когда ты мчишь со скоростью даже 10 километров, а это мчишь уже, можно сказать. Это быстрая скорость. Ну, понятно. Трясет, долбит, и удовольствие то еще. По нашим меркам так вообще. Поэтому можно ехать чуть медленней, чуть неспешней. Ну, тогда нужно где-то остановиться. И понятно, что тогда нужно место, чтобы можно было куда выйти. Кабаки. Можно зайти в гости кому-то. Ну, почему нет? Ну, это же все твои близкие, твои подчиненные. Ну, те кому-то раздал лучшие земли. Ну, да, ты всех знаешь, тебя все разведут. Тебя все знают, да, как минимум. I knew everybody and everybody knew me. Так говорил Петр. Да, любому. Ну, в действительности идея построить трактир хорошая идея. И вот, 16 ноября 1706 года земельный участок, который вот располагался непосредственно на дороге, на 10 версте этой самой дороги, Петр I отдал своему толмачу, Семену Иванову. Толмач переводчик. А, держи. Да. Нет в серединке. Ну, не, ну, 10 верстает, там где-то, верстает примерно километр, а 10 километр от фонтанки. Чуть больше, там, что-то 10, там, с небольшим, 10-100. Ну, короче, тогда же, рядом с этим участком, который он отдал толмачу, он распорядился построить путейный дом. Место, где он сможет остановиться. Перекусить, поесть, все остальное. Позже, в 13-м году, есть точная дата, 7-го июля, Петр издал специальный указ, которым, во-первых, этот дом он передавал также Иванову, а во-вторых, распоряжался учредить там для устройства в нем вольного дома по немецкому обычаю для торговли водкой и табаком. Вольными домами, или тогда еще их называли веселыми домами, тогда называли трактиры. Веселый дом. И они только-только открывались в Санкт-Петербурге, они строились на манер немецкий, действительно, ну, опять же, немецкий, значит, заграничный, в первую очередь. Слушай, извините, я перебью, Снасть. Я теперь понял, да, почему Юля любит бары, кабаки, потому что она веселая, а там дома веселые, да, сходится все. Да, именно поэтому, вообще-то, спасибо. А, веселый дом. Обязательным условием для содержания тогда веселого дома была продажа всяких петей и табурок. Причем употреблять эти самые напитки можно было только внутри. Выносить еду, табак или напитки на улицу запрещал. Ну, жесть, то есть сев в карету и, короче, бутылочку не возьмешь. Ну, нельзя. И расстегаешь. Есть кабак, вот там и нужно. Так и появился на Петерговской дороге красный кабачок. Один из первых вольных домов Петербурга при Петре, где он бывал, конечно же. В 33-м году... А ты не расскажи, почему красный кабачок? Почему красный, почему кабачок? Ну, кабачок понятно, почему так. Я же прям... Ну, кабак понятно. А красный, ну, на самом деле, потому что есть красненькая речка у нас здесь. Честно говоря, я думаю, что именно поэтому, потому что красненькая речка. Возможно, Красненькую речку назвали в честь Красного кабачка, но вряд ли Красный, красивый, не знаю, прекрасный Короче говоря, я думаю, что в честь Красненькой речки В 1733 году трактир выкупил Василий Федорович Салтыков Понял, что дело-то прибыльное, возьму к себе Чтобы вы понимали, Василий Федорович Салтыков Либо в этот момент, либо буквально в течение года Стал генерал-адъютантом главной полицмейстерской канцелярии Ну, по сути, он стал руководителем города Губернатором и выкупил этот самый кабачок То есть это говорит о том, насколько это важное было заведение и серьезное Понятно, что в это время кабачок процветал Понятно, что там бывали самые знаменитые, известные люди И, конечно же, все, кто ехали к Петру в резиденцию К Петру уже в то время не ехали, но неважно Все, кто ехали в резиденции, все, кто ехали по этой дороге Все останавливались там Дальше, в Питере с 1850 по 1910 Этот самый кабачок только процветал И, чтобы вы понимали, вот в это время, с 50 по 10 год Существовала Красно-Кабацкая дорога Позже она была переименована и называлась Красно-Кабацкое шоссе В честь кабачка уже, тут уже без вариантов А, в честь кабачка именно все Красно-Кабацкое, Красный кабачок, Красно-Кабацкая дорога, Красно-Кабацкое шоссе Потом уже, а потом это только в 1941 году, 1941 году Ее переименовали и назвали там Красно-Путиловская улица и улица Червоного казачества Это все юго-запад города, там Автова примерно, вот чтобы вы понимали Для меня просто это все очень такие родные улицы Те места, где я с детства всегда бывал Ну ты слушаешь, у тебя песни есть про эти места Почему ты не спел про Красный кабачок, Саша? В своей песне «Скорости змей» У тебя есть песни про Красный кабачок? Ну могла бы быть, он поет про эти районы То есть это путаешь Перед что-то на юго-запад, помнишь, Саша? Вот так ей поет, вперед на юго-запад Спой, не стыдись Красный кабачок, который существует до сих пор Который есть, который можно найти, в который можно сходить В котором я бывал Был пиво пивал Был там? Был там, несколько лет назад Это, если ты едешь из Петербурга в сторону Петергофа То перед Александрийским парком и парком Александрия Один находится справа, с другой стороны, с левой стороны Слева находится Красный кабачок Здание Там же находится ресторан Александрия Я там и работал, свадьбы вел И рядом, соответственно, тоже бывал Так вот Это, по сути, Петергоф сейчас Территория Петергофа Но Это явно не десятая верста от фонтанки На сайте при этом У Красного кабачка написано следующее В Автово У Петергофской дороги есть примечательное заведение Просторное двухэтажное здание, украшенное затейливой резьбой С веселой вывеской Красный кабачок Николай II Александр I Екатерина II Петр Великий Князь Меньшиков Александр Пушкин Анна Керн Это только некоторые из знаменитых гостей, любивших отдыхать в этом заведении И это все правда Они все там действительно бывали Действительно любили там отдыхать Сегодня Красный кабачок снова готов встретить посетителей Воссозданный облик и интерьеры лучшей традиции прошлых лет В сочетании с современным сервисом Как и прежде делают это идеальным местом для встреч, торжеств и просто отличного досуга А ну что рекламная интеграция я ничего не могу понять Нет, так Саша там видимо корпоративы новогодние ввел А, надо им написать Пусть скидку нам сделают какую-нибудь Хочу в Красный кабачок Короче говоря Третий шот бесплатно тебе максимум сделают Понятно, что этот Красный кабачок никакого отношения не имеет к тому заведению Находится вообще в другом месте Этот находится в Петергофе Да, на Петергофской дороге Но тот находился в Автово Это примерно там, где сейчас находится Красненькое кладбище И вход на Красненькое кладбище То здание на самом деле сгорело в 60-е годы 19 века После того, как оно сгорело Это название То ли передали другому кабачку То ли построили новое здание По франшизе пошло Но это уже было другое время Другое здание И оно не было уже таким популярным Там уже гуляли совсем другие люди Значительно более бедные И это здание в 1919 году разобрали То есть с 19-го года никакого Красного кабачка не существовало А потом уже в 2000-е построили Красный кабачок Преинкарнация пошла Ну слушай, ресторан Они там, в общем, у себя на сайте тоже размещают О том, что они были там признаны лучшим рестораном Сколько тебе заплатили за препаратив Ты нас поведёшь в Красный кабачок Да отведи нас, пожалуйста, в Красный кабачок Я очень хочу Обмывать твой успех То есть, в смысле, я работаю, зарабатываю деньги Да, мы тебя слушаем Слушаем и потом Не хотите за то, чтобы вы меня послушаете Хочешь денег? Ну да, ты тут рассказываешь про свой Красный кабачок Деньги нам не нужны Нам нужны только излишества там всякие Деньги хорошие Хорошие Не сильно крепкие Ребята, это не была рекламная интеграция, к сожалению Это чисто мои замутки с хозяином Обещал там чё как Да мы поняли Ну, забавно, забавно Спасибо, Александр За Красный кабачок Я теперь хочу туда Ой, ну давай будем честны Если бы Саша рассказал О каком-нибудь другом питейном заведении Ты хотела бы и туда Да, должны быть ещё какие-то недостатки Ну да ладно Юля Я Достоинства Подожди Которые ты осуждаешь, кстати Я-то, конечно, могу Но Юля должна подавать это как достоинства Какие недостатки Вот именно Потому что у меня нет недостатков Три истории Мы вновь рассказали вам С большим удовольствием Вновь И в первый раз В таком полноценном формате В этом новом 2024 году Ура Надеемся, что и в этом году Вы будете с нами Надеемся, что вы будете нас слушать И надеемся, что Нас Всех Нас создателей И вас слушателей Будут становиться всё больше и больше Если у вас есть желание Вы можете рассказать о нашем подкасте Друзьям Подругам Мамам Папам Детям Привезти их в подкаст Вот просто за ручку Буквально Едете, например, с семьёй в машине И ставите нас Пускай все слушают Из машины не выпрыгнуть Едете вы быстро Двери иногда Можно запереть на водительском сидении Контролировать Всё Попались Даже если вы ребёнок Вы можете попросить родителей Отключите-ка мой подкаст Любимый И они ведь послушают Да Там Данина цитата Наоборот Это мой любимый подкаст Кричит Папа В общем Спасибо вам И если хотите Чтобы мы продолжали Сделайте что-нибудь Нам приятное в ответ Мы вам Контент Вы нам Комментарий Такой обмен простой Да? Да Да Всё на этом Пока-пока До свидания Ценю каждого из вас Обняла Муа Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok